Приветствую всех зрителей на моем канале, с вами Елена и сегодня у меня будет видео о старте. Хочу начать вышивать два таких интересных проекта от компании Life is Beautiful в серии аксессуары для рукоделия. Мне очень нравится этот проект у них, интересная задумка и видите у меня уже есть одна идея, это такая игольница, в которой мне очень пригодилась, она украшена пинами, которая есть у меня теперь, она уже достаточно хорошо заполнена, как вы видите. Еще из этой серии у меня есть замечательный чехол для ножниц, чехол для ножниц белый, мне хотелось контраст вместе с этой игольницей, чтобы был, хотя у меня был выбор, я даже покупала два, но один из них подарила более темный. И есть у меня такой органайзер, который был мне подарен. Хочу вышить оба эти проекта в своем совместном проекте, который я веду в инстаграм, этот проект называется SP вышиваем весну. Эти цветочные дизайны, мне кажется, очень подходят к моему проекту. Это не только эти дизайны будут вышиваться в том проекте, но эти точно уж весенние цветы подходящая тема. Вы знаете, иногда кажется, что, ну вот если взять Киев, например, пионы в Киеве цветут гораздо позже. Но так как я родом с Одесского региона, у нас пионы цветут очень рано весной. Очень короткий период, когда они цветут, они просто пролетают мимо, ну каким-то коротким мгновением, можно сказать. Наверное, это где-то май, и когда пионы моментально цветут и отцветают, потому что в мае уже достаточно жарко в Одессе. Люблю пионы, люблю их аромат. В Киеве, к сожалению, пионы не так длительно и хорошо цветут, по крайней мере у меня на даче. Вот у меня пионы будут на ткани. И давайте я вам сделаю обзор на оба эти дизайна, и потом буду показывать, как я буду их вышивать, что входит в эти проекты. И потом уже покажу процесс, как он у меня прошел. Начнем мы, пожалуй, с вот этого органайзера. Я уже сняла упаковку, это обычная такая прозрачная пленочка, она, чтобы не бликовала, я сняла ее уже гораздо раньше. И мы видим белый лист бумаги, на котором написано, что это органайзер для мулине под названием пион. Здесь у нас есть 21 отверстие, и входит сюда 18 цветов ниток для вышивки. И артикул вы видите, артикул у нас 0103. Это набор для креативного рукоделия. На оборотной стороне у нас написана дата, когда это было изготовлено. Напомню, что это было выпущено как раз к осенней выставке рукоделия Handmade Expo. И как раз она была представлена как одна из новинок там. В диаметре это 14 сантиметров, и потребуется нам для вышивки 5-6 часов времени. Сложность двоечка. В набор входит перфорированная основа из фанеры, нитки для вышивки, схема, инструкция, пробковая ткань для тыльной стороны вышивки. Я как раз волновалась, как же закрыть оборотную сторону этого изделия. Давайте теперь посмотрим. Все это внимательно рассмотрим. Вот такая бумага. Интересно. Это, наверное, клеевая основа, которая поможет нам склеить тыльную сторону и пробковую основу. Сама инструкция, схема. Так, здесь у нас в инструкции есть ключ, в котором указано, что вышивается это полным крестом. И есть шов назад иголку. Есть два органайзера с ниточками. В инструкции ничего сложного не написано. На английском и на русском языке есть инструкция. И вот такие палетки с нитками. Нитки очень интересно тут завязаны, завернуты. Посмотрите, как интересна подача. Видите, они просто переброшены. Ох, тут надо еще разобрать. Видите, как они тут скручены. Интересно. Да, очень оригинальная, конечно, попытка преподнести нитки. Но надо аккуратно, чтобы они не перепутались. Как это здесь все преподнесено. Я, наверное, так уже их и не скручу, как они были ранее сложены. Но вот такими штуками как-то это было вот так. И вторая палетка. Здесь уже все зеленые оттенки собраны. И какие-то голубенькие. Вам видно, надеюсь. Это я сама рассматриваю. Нарезка здесь длинная. Не знаю даже сколько. Наверное, сантиметров по 90 есть тут нарезка по длине. Потому что если сложить, ну, может даже по метру. Если сложить, то очень удобно вышивать будет. Это совершенно другая длина ниток. Не такая, как была у меня, когда я вышивала пяти, там, вот эту самую игольницу. Там была коротенькая-коротенькая нарезка. Красивые зеленые оттенки. Следующее, что я вижу, это вот такой отрез. Ну, то, что здесь называлось в списке. Называлось это пробковая ткань для тыльной стороны вышивки. Давайте посмотрим, что такое пробковая ткань. Вот это вот и есть та самая пробковая ткань для оформления задней стороны. Видите, как оно выглядит. Видите, это тонюсенький такой материал. Сзади он как будто флизелиновый такой. Тоненький-тоненький слой этой пробки. Здесь же воткнули иголку безжалостно. Лучше бы уже в бумагу. Продырявили. Вот так это выглядит. Очень хорошо и гармонично смотрится с перфорированной деревяшкой. Давайте я все-таки иголку уже уберу сюда. Не зря же она у меня здесь находится. И сама деревяшка. Давайте полюбуемся на деревяшку. Деревяшка выглядит вот так. Отлично ее здесь как раз видно. И вы видите, что у меня есть два ранения, скажем так, у этой деревяшки. Благо это будет вышиваться и не будет заметно. Видите, как здесь хорошо поработал этот вот прожигатель. Здесь немножечко вот это... Но оно не вытираемо. Да, оно не оставляет следов. Но очень гладкая. Посмотрите, как красиво. Даже не знаю, какая здесь лицевая сторона. Можно взять эту лицевую сторону. А, наверное, по инструкции будет видно, да? Хотя, Бог его знает, какая из этих лицевая сторона. Красивая сама по себе структура вот этого органайзера. Вы знаете, он потрясающе пререзан. Не цепляет. Ну, наверное, ткань бы цеплял, если взять ткань. Но к рукам он руки не царапает и не травмирует. Очень красиво. И если мы это, да, вот, например, вышив... Если я буду вышивать на красивой чистой стороне, то оборотную сторону закрою. И вот так это будет с оборотной стороны закрыто. Некрасивый задник. Очень здорово задумано. Мне нравится. Я даже не ожидала, что это будет настолько изящно. Идея классная. Буду пробовать вышивать. Супер. Ну что ж, я разобрала и показала вам составляющие этого органайзера. Попробую замерить, сколько времени мне на это понадобится. Относительно небольшая зашивка. Площадь зашивки, я вам скажу сейчас. Схема у нас 50 на 50. То есть совершенно такой небольшой проект с неполной зашивкой. Посмотрим, сколько времени это у меня займет в исполнении. И теперь у меня второй проект, который я собираюсь вышивать в рамках своего рукодельного проекта. Завершить серию из тех, что у меня есть в наличии. Вот это органайзер для ножниц. Ну, скажем, даже не органайзер, а чехол для ножниц. У меня еще нет ни одного такого аксессуара, как чехол для ножниц. Давайте рассмотрим упаковку. Я в восторге от способа подачи вот этого дизайна. Вообще вот именно подачи. Также у меня была упаковка для игольницы. Также было все красиво выглядело. Видим здесь такая супер обложка. И почитаем состав. В набор входит ткань, нитки, схема, инструкция, ярлык и две иглы. Произведено это в мае. Уже купила на выставке. У нас размер готового изделия 10 на 15 сантиметров. Время нужно сутки. Да, полноценно работать надо. И сложность серьезная, потому что это еще нужно сшить. Уверена. Только поэтому такая высокая сложность. Давайте снимем супер обложку. Супер обложку нужно снять как-то вот так. Мне было жалко травмировать. И дальше выглядит вот такой конверт бумажный. Сейчас мы его развяжем. Что ж я развязала. Вот так вытягивается. И давайте посмотрим на комплектующие. Дальше мы видим, что это все упаковано еще в пакетик. Я сняла обложку. И теперь посмотрим на комплектующие. У нас есть внутри вот такая потрясающе красивая открытка тематическая. Открытку вы можете подписать и даже подарить, если кому-то хотите. Видите, вот мне очень нравится эта подача. Красиво. Дальше идет схема. Ну, она большая, достаточно подробная. Я внимательно посмотрела на схему. И я совсем забыла, что у меня это набор с микровышивкой. Вот, я совсем забыла о том, что это у нас микровышивка, а не крестик. И поэтому, рассмотрев ключ, теперь уж точно знаю, что мне нужно вышивать габереновым стежком. Также здесь вижу, что будет два органайзера. Схема достаточно крупная, четкая, ясная. Я вот так вот вам показываю кусочек. Здесь два листа А3, на которых крупно нанесено два больших цветка, которые здесь должны быть. Это получается, один цветок будет с этой стороны выглядывать, и другой цветок вот как бы в эту сторону. Я надеюсь, там я, прочитав инструкцию, пойму, где что находится. Как раз та самая инструкция, которая нужна. Вот, вот такие будут цветы. Это серьезно, да, тут много работы. Здесь как раз лекала, как расположить нужно вышивку на ткани. Есть хорошие такие, да, моменты. Есть, откуда начинать. Первый цветок и второй цветок. И дальше изображено, где что пришивать, и как что сгивать. Будет самый интересный проект для меня. Это что-то даже очень-очень новое и неожиданное. Хорошая инструкция. Во-первых, как вышивать, что такое middle point, то есть, что такое гобеленовый стежок, как он глобально отличается от полукреста. Вы видите, что нужно вышивать очень большие диагональные литии на оборотной стороне. Гораздо больше, чем при полукресте. Подробная инструкция, как что делать, как что собирать. Я уверена, что я с этим свободно разберусь, потому что в предыдущий раз, когда делала игольницу, там было все подробно и понятно. Видите, здесь есть фотографии и мастер-класс по сборке изделия, как это расположить, как раскроить и как это создать. Должна получиться вот такая красивая вещь. Посмотрим. Да, только у меня в обратную сторону, потому что у меня вышивка на белом, а внутреннее синее. Почему я не выбрала внешнее синее? Потому что я как раз сомневалась, как у меня будет выглядеть эта синяя ткань на внешней стороне. Хотя, возможно, стоило вышивать на пермине, например. У меня есть красивый синий пермин, но он бы отличался от этого цвета. Ну, в общем, с инструкцией я ознакомлюсь подробнее, когда уже будет сборка. И расскажу вам нюансы об этом. Дальше мы видим, что в набор входил вот такой вот пришивной элемент. Он как раз является украшательством. Вот здесь, видите, его нужно пришить на сам чехол. Дальше у нас есть флизелин для проклеивания и уплотнения ткани оборотной стороны вышивки. Сама ткань, внутренняя часть, на которой нужно для оформления, которая нужна. Еще один отрез кремовой ткани, на которой, по сути, сама вышивка. Мы видим, что оба эти отреза совершенно одинаковые. Теоретически, если я захочу, я могла бы вышивать и на синим. Не обязательно мне было бы вышивать на этом самом кремовом. Потому что оба эти отреза одинакового размера. И здесь написано, что это домотканное полотно. Мы видим, что здесь прикреплена иголка. Интересно, да, для раскроек, как находится долевая нитка в ткани. Размер 32 каунт у нас. Это у нас домотканное полотно, укромерка. Еще есть ленточка. Ленточка у нас нужна для вот этой петелечки. Красивая такая ленточка из органзы. Очень аккуратная. Также входит набор нитковдеватель. Две планшетки. Вот то, что я говорила, с коротюсенькой нарезкой. Ну, так как этот дизайн микровышивкой здесь сложно, чтобы была длинная нарезка. Это как раз подходит. Я вышивала в прошлый раз, и ниток совершенно мне хватило. Посмотрим, что из этого получится. Это ниточки для сборки. Те ниточки, которыми нужно делать какие-то еще внешние действия. Тут есть еще одна иголка. Да, у нас в дизайне две иголки. Вот эта иголка, которая здесь как раз прикреплена, я показываю, где долевая нить. И иголка здесь есть на планшетке. Вот это вот острая игла. Наверняка это игла для бэкстича. Обычная вышивальная игла. Ну что ж, я вам показала составляющие этого дизайна. Мои украшенные ножнички как раз подходят под цвет этого чехла. Буду приступать к обеим этим проектам. И буду рассказывать вам о том, как у меня идут дела. Ну что ж, смотрите, как я классно вышивала. Мне очень удобно было вышивать именно с помощью своего штатива. Конечно, пытаясь снять, чтобы мой небольшой фотофон был в кадре, но он маленький, чтобы поместить полностью. И вот так вот я крепила на свой станок фламинго. Видите, этими крепежами. Вот так вот. И в итоге было удобно повернуть изнаночку. Да, вы видите, какая она. Ну такая себе. Ковриком. Но сложно для меня было вышивать на деревяшке именно ниточками. Хотя я и бисерни часто вышиваю. Вот эти волшебную страну очень редко вышиваю. Она, в принципе, да, у меня хоть и есть в запасах, но вышивка волшебной страны как-то все время откладывается в дальний шкаф. И не приступаю я к ней. И вот, собственно говоря, этот вариант вышивки, несмотря на то, что он на перфорированной, как бы, ну на деревяшке, да, но я нашла способ вышивать это на штативе, хотела сказать, на своем станке. Было очень просто и легко. Я тут, конечно, поошибалась, но потом поисправляла. Были нюансы, почему у меня были ошибки. Уже потом при финале расскажу. Сейчас такой промежуточный вариант, потому что просто уже сделала всю вышивку. Вышила, остался бэкстич. Только вот тут вот начала, буквально два лепесточка сделала. И собираюсь уже его продолжить, чтобы закончить этот дизайн. Вот это уже готовая работа. Я ее вышила достаточно оперативно. Не могу сказать, что у меня ушло, как написано в инструкции, пять часов. Где-то здесь было написано, что нужно для этой работы пять-шесть часов. Ну нет, я, наверное, вышивала дольше. Точнее так, я присаживалась за эту работу часто. По вечерам вышивала какие-то там, буквально вечера три, по вечерам несколько ниток. Потом поняла, что процесс затягивается. Взяла его как основной и часа по два. Где-то так вышивала. Получилось у меня все отлично. Самое удачное для того, чтобы вышивать быстрее, что я придумала, это вышивать это на станке. Вставляю вам видео, как я прикрепила к станку свою вот эту основу. Получилась идеальная задумка. Мне кажется, вообще очень здорово. И так можно в две руки вышивать. Мне очень нравится, как лежат крестики здесь на этой основе. Ровненькие, пухленькие, отличные. Я потом, когда уже собралась, было фотографировать и снимать это все с этого штатива. Все называю свой станок штативом. Я поняла, что я забыла бэкстич. Ну и принялась вышивать бэкстич. Бэкстич вышивался просто и быстро. Все понятно, доступно. Абсолютно просто все вышивается. Так, ну вы видите, как красиво все на лицевой стороне. Ну а теперь я вам покажу оборотную сторону. Ну да, оборотная сторона мало привлекательна. Однозначно, хорошенького в ней ничего нет. Поэтому все же вернемся к лицевой стороне. На лицевой стороне расскажу особенность. Я когда вышивала этот дизайн, я крепила также схему к магните, крепила схему к станочку на фламинго магнитиком крепить. Ну и в итоге вышивала как-то так вот боком там поставила. В общем, не так как схема вот с ключом на уровне. В итоге смотрю на схему, смотрю на ключ. Все вроде бы вышиваются. Ровно, правильно. Потом гляжу на наклон крестиков, понимая, что из-за того, что основу перекрутила и перекрутила саму кину, мои крестики или стали смотреть здесь в одну сторону, а здесь в другую сторону. Пришлось исправлять. Ну вы думаете, что я исправляла прям как выпарывала? Ну нет, конечно. Вы знаете, я просто прошлась по второму разу, по зеленым вот в этом листочке, по второму разу прошлась в крестиках, делала новые полукрестики. Но пришлось, потому что реально какая-то странная для меня несвойственная ошибка уже теперь. Но все потому, что развернула схему не вот так, а вот каким-то таким образом. Для меня это оказалось уже серьезная проблема. Изначально все было очень гладким. Единственное, когда вышивалось, немножечко вот здесь вот, где-то я уж не помню точно где, когда вышиваешь, к ниточками стало цепляться. Но в принципе ничего нету, и никогда не было никаких сколов под нитками там, ничего не сломалось. Перфорированность этой деревяшки, фанеры, она не изменила структуру, и не стали такими, знаете, как опилками такими, и за нозами выковыриваться какие-то кусочки. Нет, такого вообще не было. Было идеально. Органайзеров у нас два для ниток. Это вот такие планшетки. И что я для себя сделала по удобству, это на каждой планшетке, на вот этих обеих бумажных планшетках, я сделала для себя такую разрисовку. Я полностью нанесла все символы по ключу. То есть не циферные, вот как здесь номера, а нарисовала себе ключ. Ну, мне так удобно. Возможно, я не такой великий художник, но фломастером нанесла, и все было достаточно просто и удобно. Я померила длины ниток. Это по метру нарезка. Очень удобно. Вы видите, у меня остались все нитки. Единственная ниточка, которая идет в бэкстич, у меня осталась, наверное, самый маленький отрезик. Одна нитка, и тут сантиметров 50 этой нитки. Возможно, из-за того, что я где-то что-то исправляла. Возможно, я выбрасывала остатки. Ну, ладно, покажу вам свою мусорницу. Это то, что, ну, какие-то сегодняшние остатки. Выбрасывала я, конечно, не маленькие кусочки обрезки, но, тем не менее, я не экономила нитки. Поэтому, вы видите, здесь достаточно большие обрезки, чтобы можно было... Безопасно вышиваешь, и все хватает абсолютно. Единственное, что было мне неудобно, конечно же, это, наверное, опыта недостаточно, я погнула... Ну, вот тут у меня есть две игулы, да, это... Видите, две иголки. Я погнула две иголки. Я уже не знаю, это были мои иголки или иголки, которые были в наборе. Буду выбрасывать. По-моему, я три иглы все же погнула. Ну, вот такое дело. Знаете, иглы – расходный материал. Мне осталось, что сделать? Приклеить оборотную сторону, заклеить ее, закрыть. Вот так вот. Для того, чтобы закрывать, у меня есть чудо-клей. Действительно, я прям обрадовалась. Этот клей от Прим идеально. Я сейчас приклею и покажу вам результат. Посмотрите. Он клеит кожу, ткани, резину, дерево, металл, бумагу. В общем, все. Этот клей поможет мне идеально приклеить эту тканевую пробку к деревянной основе, собственно говоря, и даже к ниткам. То есть теперь мне останется это все тщательно приклеить. Еще одна важная деталь. В наборе входит вот отрез бумажки. Прямоугольный. Просто этот уголок отрезала, чтобы понять, что он клеит. Я не могла понять, то ли этот отрез бумаги. Он слегка имеет такую липучесть. Я думала, что это предназначено для того, чтобы приклеить, склеить, да, вот эту часть, этой часть. Ну, оборотную сторону закрывать. И, честно, я попыталась понять, насколько это липкая часть. Взяла на бумагу, приклеила. Поняла, что это только вот на бумаге держится неплохо. И все. Ну, и вот я еще не пробовала каких-то других способов. Поэтому задала вопрос через инстаграм. Задала вопрос прямо в студию этого производителя. И вы знаете, ответ получила моментально. Оказывается, самая нужная вещь для органайзера. Покажу, зачем же эта штучка нужна. Вы берете один квадратик и приклеиваете ее вот здесь. Вы пишете здесь номер нитки, символ нитки. И используете ниточки в каком-то уже процессе, который вы вышиваете. То есть, это уже полноценный помощник. Вы видите, что в наборе, оказывается, есть даже уже специальная продуманная бумажка с наклейками для того, чтобы помогать себе. Не знаю, насколько он будет держаться и не будет отпадать от бумаги. Вы видели, что я приклеила свежий. Изначально он держится, но потом чуть-чуть отклеивается. Не знаю. Давайте я приклею оборотную сторону и посмотрим, как будет вести себя вот эта часть. Так, страшные процессы. Вы видите, как я использовала клей. Я сначала, конечно, нанесла его сюда и потом поняла, что я делаю неправильно. И я нанесла его просто вот на эту самую пробковую ткань. Сейчас буду склеивать. Использую только руки для пресса. Давайте поднимем и посмотрим. Немножко у меня клей вышел за края. Буквально капельку. И немножко просочился через пробковую основу. Тем не менее, я достаточно центрально разместила все. Я наверняка хочу это оставить сохнуть под прессом. Если у вас столько же много клея, как и у меня, вы его не пожалели и выдавили чуть-чуть больше. Так сделала я. Я выдавила достаточно приличное количество клея и на вот эту основу тканевую и на саму фанерную дощечку. Поэтому клей получилось чуть новой. Когда я придавливала клей, будьте внимательны, клей вы придавливаете не вот с этой стороны, а с этой стороны через салфеточку. Иначе клей проступит на лицевую сторону. Клей поднимется вверх очень сильно. Ну, точнее, он стечет вниз, если вы будете его так давить. И он будет вот здесь вот на ткани и на дереве. У меня такое получилось именно конкретно в этом месте. Поэтому я показываю, что я использую. Я взяла вот эту вот чудо-иголочку, знаете, такая с винтиком на краю. Ну, или возьмете более крупную иглу и почистите края. Клей вышел не в тех вышитых местах, а именно там, где пустые вот такие краешки, где вы только один раз, по сути, проходили ниточкой по вот этим краям. И вот у меня клей проступил буквально вот здесь вот в трех крестиках. Но я взяла вот такую иголочку и почистила краешки. Поэтому они у меня чистые, клея в них теперь уже нет. Но предупреждаю, что если вы будете давить именно перевернув работу и делав пресс вот так, у вас больше шансов, что клей вытечет во всех местах, где его было чуть больше. Так, по крайней мере, когда вы через салфетку будете давить вниз, он просто распространится равномерно на вот этой вот основе. И вы только с оборотной стороны вытрите лишний клей. Ну что ж, вот эта бумажечка, для того, чтобы в будущих процессах здесь писать цифру или символ, она у меня держится, никуда не отпала. Все процедуры манипуляции выдержала. Посмотрим, как будет дальше. Дизайн-торганайзер прекрасен. Вы видите, как все сзади закрылось красиво. Оставлю еще это сохнуть. Да, также хотела еще сказать, что здесь эта пробковая основа, она действительно пробковая. Это не просто нанесено, она именно по ощущениям пробковая. И плюс она неоднородная. Проступает вот где места такие стыков вот этой самой пробки, крошки, тоже может проступить клей. Но он легко вытирается. Ну, по крайней мере, мой клей, которым я клеила, и не оставляет никаких следов. Ну что ж, вот такой интересный комплект у меня теперь есть. Два отличных пиона в бутоне и более раскрывшийся цветок. Теперь осталось вышить чехол и наслаждаться целым комплектом. Сейчас я вижу, что вышивать, конечно, легче на более светлом, потому что вышивается здесь спетитом. Нужно вышивать спетитом. Вот эти все цветы выполняются в виде именно полукрест, такой гобеленовым шовчиком. Две ниточки через одну ниточку переплетения. То есть это микровышивка. Взялась я вышивать и покажу вам, что у меня получается. Да, вот так выглядят ниточки. Слегка здесь, конечно, легкое безобразие. Это так оно просто легло. Вот так выглядит моя организация. Я нанесла на планшетке, здесь есть две из них, они пронумерованы. Нанесла символы, художественно нарисовала. Скажем так, обозначила себе, что вот этим вышивается бэкстич. Здесь я перепутала просто, я думала, что это бэкстич, но нет. Бэкстич вышивается этим цветом, поэтому так его себе и обозначила. Он тут только в этом цвете. И покажу вам, что у меня вот уже готово. Посмотрите. Вышиваю я, видите, опять же на своем станке арабеско. Именно так завернула его. И вышиваю вот так на ткани. Уже готов у меня нижний цветок. Здесь, к сожалению, на этом превью совершенно нет, даже с оборотной стороны, не указано, как выглядит полностью в развернутом состоянии этот конвертик. И как здесь цветы. А здесь два цветка. Вот такой вот бутон. И здесь сверху как раз тот самый крупный цветок пиона, как мы видим здесь. Я пока вышила этот бутон. Мне очень нравится. Вышивается очень приятно, в удовольствие. Красиво ложатся стежки. Итак, у меня небольшое промежуточное включение. На таком этапе я остановилась. Остановилась я почему? Потому что у меня закончился совершенно один цвет. Это вот этот вот цветочек. В этом органайзере недостаточно ниточек, чтобы вышить до конца этот символ. Благо я вытащила органайзер. Это здесь, видите, совсем другая нарезка. Потому что это идет органайзер от дизайна, который... Идет органайзер, который пион я вышивала. Вот этот вот. И в нем гораздо, так как это крестиком вышивается, здесь осталось гораздо больше ниток в остатке. И вот они такие длинные. Вот такое количество ниток здесь осталось. И, соответственно, я проверила цвета, которые совпадают. Вот этот вот цвет подходит. И он мне понадобится как раз, чтобы закончить вот дизайн из органайзера для ножниц. Еще совпадают многие оттенки. Поэтому хорошо, что я еще никому не отдала остатки. И даже хотела просто сначала вышить оба дизайна, а потом уже остатки отдавать парно, если и отдавать кому-то. Но вот видите, вот сколько у меня, получается, еще нужно вышить. Здесь полностью еще нет вообще бэка. Ну, как бы аппетит вышивается. Не так, чтобы прям сложно-сложно. Но не всегда легко, скажем так. Но, в принципе, всем довольна. Тут вот еще местами какие-то пробелы у меня тут остались. Здесь, я знаю, несколько символов здесь. Но, в принципе, хорошо продвигаюсь. Хотя работа долгое время так лежала без дела. Как-то начала я ее с большим азартом и интересом. Но потом отложила и забросила, можно сказать. Пока вышивала другой процесс. Вышиваю, опять же, на станке своем. На фламинго. Так, вы видите, тут немножко мой рабочий стол. Пила кофе. Вышивала на станке. Вышивать на станке гораздо удобнее. Вышиваю. У меня тут лампа, которая хорошо так освещает весь этот процесс у меня. Ну, в общем-то, удобно. Когда максимально близко я так наклоняю. И освещение хорошее получается. Хотя оно желтое. Оно не прям белое-белое. Но, тем не менее, хорошо все видно. И можно вышивать и днем, и вечером. И все будет окей. В общем-то, самое главное, что одной нитки не хватило. Благо, есть, говорю, остатки от предыдущего дизайна. Также хотела показать качество ниток. Не всегда эти нитки, конечно, удобны в работе. Я расстраиваюсь из-за них, потому что они очень сильно кошлатятся. Они вот расслаиваются и превращаются вот в такие вот непонятные. Видите, какие ниточки. Это, конечно, очень печально. Не знаю, вот это же вышивать с ними невозможно. Хорошо, что этот цвет, он еще есть в наличии. И вот он еще остался. Тут какой-то кусочек пасмы остался. Девочки, ну что ж, действительно, я вышила полностью эту большую, красивую, хотела сказать, розу. Но это все-таки пион, я так понимаю, да? Значит, не хватило мне довышивать одного цвета. Где же он? Так, вот этот вот цвет номер 5. Цветочек. Его не хватило. Хорошо, что у меня он есть. И посмотрите, сколько не хватило. Видите, вот здесь полностью закончить. Вот здесь, вот тут вот такие проплешины. И вот здесь немножко. То есть, ну, наверное, одной нитки не хватило. Вот из той короткой нарезки. Если было бы две, то было бы хорошо взять две нитки и вот так реально все это зашить. Не могу сказать, что я вышивала крайне неэкономно. Нет, но как-то не хватает. Ну, вот так. Примите к сведению, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Прошло достаточно много времени после того, как я вышла вот именно основание для вот этого чехла. И наступил счастливый момент, когда у меня появилось время, желание. И, вы знаете, исчез какой-либо такой предрассудительный момент о том, что я боюсь собрать это. Но в итоге я решилась на сборку. Получилось неплохо. Не идеально, конечно, но неплохо. В принципе, я довольна. Не могу сказать, что я недовольна тем, что получилось. Нет, я довольна, потому как я небольшой мастер прикладных сборок разных изделий. Но результат классный. Почему не идеально? Покажу. Как видите, вот здесь не стыкуются углы. Вот этой сборки самого конвертика должны были быть эти углы на одном уровне. Здесь должно было быть вот так. Но я не совсем сделала квадратную заготовку, когда собирала. Собирала все вручную, поэтому здесь, конечно, изъяны есть. В ручной сборке всегда сложно все шевчики сделать идеальными. Все, что я собрала, я вот потом утюжком прогладила. Я полностью следовала инструкции, но потом добавила вольностей. Я добавила вот этот вот ажурный вьюнок, который использовала однажды в своей вот этой игольнице. Вот этот, когда закрывала здесь лопнувшую рамку. И также у меня этот вьюнок был, я его добавила сюда. Таким же образом я использовала для сборки все-таки ниточку DMC, которую использовала ранее в этой игольнице. Здесь был совсем другой оттенок, не такой оттенок, как был в наборе. Этот синий несколько отличался по тону, и он был не настолько гармоничен. И также я добавила вот эти вот бусины. Это какие-то неизвестные для меня бусины. Это какое-то количество бусин я получала вместе с покупками от магазина Мельфлёр. Там в подарочках были разного цвета бусины. И накопилось вот несколько штук. Я добавила одну вот здесь. И вот, скажем так, добавила ряд. Возможно, было бы их больше, я бы полностью сделала. Но получилось вот то, что вы видите перед собой. В целом круто. Вот так можно спрятать сюда вместе с маячком ножнички. Он достаточно в конверте глубокий. Здесь можно даже теоретически было бы сделать пуговку и так вот его закрывать. Но этого нет необходимости делать. Сюда можно также вложить... У меня есть гораздо большего размера ножнички. Вот так можно вложить другого размера ножнички. Эти ножнички будут выглядывать несколько здесь. Просто я вам покажу разницу между ножничками в размере. Она есть. Видите, они несколько разной длины. Эти покрупнее, потяжелее. И вот как раз им здесь вообще комфортно. В целом все круто. Я очень довольна тем, что я все-таки вышивала наборы этого производителя. Life is beautiful. Новая Слобода очень радует меня такими своими направлениями. Такими интересными прикладными вещицами. Видите, у меня уже есть какое-то количество выполненных этих разных изделий. Это вообще очень-очень красиво все в целом. Чтобы продолжать серию, у меня есть еще вот такой набор. Это должна быть какая-то мягкая прикладная корзинка, кубик. Здесь нужно вышить вот такую веточку. Я до конца не знаю, как правильно это собирать. Я, честно, не уверена, что я хочу собирать такой кубик. Возможно, я что-то совершенно другое вышью. Возьму вот это вот изображение и сделаю совсем другое из вот этого комплекта того, что здесь внутри есть. Ну, вот видите, это номер ТК 01111. Также Life is Beautiful. Все это уже достаточно давненько у меня куплено. Опять же, медитирую на то, чтобы начать это вышивать. Здесь нужно вышивать, даже не знаю, крестиком, либо все-таки это микровышивка. Нужно почитать более подробно. Но о том, что я буду с этим делать и буду ли это делать в будущем году, я подумаю, еще в планы составляю на будущий год. Ну, а так, видите, у меня пока вот такая уже немаленькая серия. Довольно-довольно этим чехлом. Зачем мне нужен такой чехол, скажете вы? Ну, теоретически чехол нужен, например, когда мы едем в какую-то поездку. И чтобы в поездке вот ножнички не... Ну, скажем, да, нужно в чемодан складывать. Так-то никуда не поедешь. Ну, а сейчас вообще не особо никуда не поедешь. Но ножнички можно сюда вложить. Также добавить сюда, например, еще и набор иголочек запасной. И вот таким образом это перевозить. И ножнички не упадут, не ударятся и не сломаются. Кончики у них будут в целостности. Здесь все вообще очень здорово. Мне нравится даже этот лейбл, который здесь. Можно было и не пришивать его, но он очень гармонично здесь выглядит. Получилось здорово. Девочки, вышивайте, получайте удовольствие. Эти наборы достойны вашего внимания. Вот оборотная сторона, как это выглядит здесь. Конвертик получился прекрасный. Сборка, в принципе, мне удалась. Не могу сказать, что мне совсем не нравится. Конечно, можно было бы быть более требовательной к себе и сделать более идеальную сборку. Но, опять же, я сделала ее для себя. На выставку это не собираюсь нести. А в домашних условиях вот такие замечательные у меня есть теперь помощники. Которые всегда рядом со мной и могут радовать меня, выполняя любые другие проекты, вышивая что-либо другое. И буду наслаждаться этими дизайнами. Ну, а что же я буду делать с вот этим дизайном? Я покажу вам как-нибудь потом, когда придумаю идею, что же будет с этим. А потом когда-нибудь и покажу весь комплект, который у меня теперь есть. Ну что ж, рада была вам показать этот долгожданный, долгоиграющий мой проект. Он затянулся надолго. Начинала я еще снимать стартовые видео в январе. И, надеюсь, вам это все сейчас еще полезно. Я желаю Life is Beautiful процветания, новых креативных идей. И, конечно же, будем вышивать, наслаждаться каждым стишком. Всем желаю всего самого классного, хорошего настроения, предпраздничного настроения. Пускай у вас все получается. Желаю вам хороших праздничных дней. И будем вышивать дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok